Обстрел наши наблюдатели зафиксировали в районе железнодорожного вокзала в Донецке. В районе аэропорта он стал несколько менее интенсивным. Чтобы вам было понятно, о чём идёт речь, вчера, к примеру, в дневное время обстрел длился несколько часов. Прозвучало, вероятно, более ста взрывов. При этом нужно отметить, что недавно, во время более ожесточённых обстрелов, наши наблюдатели зарегистрировали, к сожалению, около тысячи взрывов. Кроме того, необходимо упомянуть и Широкино, украинский посёлок недалеко от Мариуполя. Этот посёлок подвергается обстрелам уже в течение многих недель, отчего очень страдают местные жители. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине работает над проектом по деэскалации конфликта в этом районе. Нам известно, что недавно, к сожалению, возобновилось использование установок ГРАД, реактивных систем залпового огня. Подобное вооружение наносит колоссальный ущерб жилым кварталам. Могу сказать, что во Втором Минском соглашении подчёркивается необходимость принятие эффективных мер по нормализации обстановки. Первым пунктом, разумеется, было установление стабильного режима прекращения огня. Второй пункт, который по-прежнему вызывает трудности, это отвод тяжёлых вооружений. Глава мониторинговой миссии, посол Апакан, запрашивал у сторон конфликта перечни единиц тяжёлого вооружения, которые нам необходимы для того, чтобы надлежащим образом проконтролировать отвод техники на безопасное расстояние. Ещё один вопрос, который я хотел бы затронуть. У нас есть проблемы с доступом. Наш мандат гарантирует нам неограниченный и безопасный доступ, но на КПП и той, и другой стороны наших наблюдателей иногда задерживают. В некоторых случаях требуют документы и обыскивают машины.